Добрый вечер. Добрый вечер. В Гомельской области есть ряд проектов, уже успешно работающих. Мы все знаем, что есть успешно работающий проект по сборке белорусских комбайнов производства Гомельской области в Брянске. Мы его очень внимательно изучаем со всех сторон и с точки зрения потенциала дальнейшей кооперации в том числе. И вот, может быть, не такие масштабные, но именно локальные проекты. Я хотел бы говорить об этом с руководством области. И, поскольку очевидно, это направление сельскохозяйственной отрасли, естественно, с руководством сельскохозяйственной отрасли. Протягиваем выпуск. С сегодняшнего дня призывники Гомельской области накировываются на проходжении терминовой военной службы во Узброенные силы Республики Беларусь и иншее войсковое формирование. До 27 листопада армейские роды пополняют около 2000 новобранцев, 300 из которых будут проходить службу в резерве. Наш корреспондент Дмитрий Котов встретился с призывниками. Построение на пляце областного сборного пункта. Этот ритуал ждет призывников каждый день на протяжении всей службы. Будучи оборонцем, маячины нагадывают быть отказными и дисциплинованными во время проходжения службы. В розыне кутки краины отправятся клядьвух тысяч новобранцев, выучать войсковое мастерство, и они будут у силах специальных операций, инженерных, пограничных и внутренних войсках, частях сувязи. До речи, при проходжении призывной комиссии уличывались пожадания призывников. Меня забирают служить в 5-й отдельную бригаду специального назначения города Марина Горка. Я очень рад, что попал в эту часть. Я готовился к ней и физически, и морально. Я подготовился, чтобы туда пойти. Головное при размирковании призывников – стан здоровья. Колеснують навод незначное отхиление от нормы, то про службу у элитных войсках можно и не марить. Все ребята, которые идут сейчас в армию, признаны годными, с разной степенью ограничения. Есть здоровые без ограничений, есть отобранные соответственно в разные войска, соответственно, постановлению совместному Министерству здравоохранения и Министерству обороны. Поэтому состояние здоровья на данный момент соответствует обследованиям, проведенным на уровне районных и городского военкомата. А лишь и шматых, кто отрымливает терминовки. Таких амаль тысячи человек. До того ж у Восиньский призыв 2,5 тысячам человек выданы военные билеты, и они признаны непригодными до службы у армии. Однако и у некоторых призывников, які по выниках медицинского глядау отрымали становочное заключение, існують проблемы с физичной подрыхтокой. Ребята, которые идут в силу специальных операций, их отбирают представители данных бригад, с физической подготовкой у них все нормально. По-другим бы я не сказал. Есть проблемы, есть над чем ребятам заниматься. Да, не всегда надо сидеть за компьютером, экраном компьютера, надо заниматься собой, заниматься физической подготовкой. Для кожных из призывников солдатские будни махшимай зарабить значный крок наперед. Служба у армии – это великая школа, где набываются навыки для далейшего самостойного життя. А солдатское сябровство – самое мощное, якое застаеце назавжды. Повтора года службы пройдет незауважно, и эти ребята вернутся до дому, до своих родных и сябров. Хочу попросить уважаемых офицеров, пускай простят нам нашу тревогу, так как мы отправляем своих дорогих и любимых сыновей. И это наша гордость и надежда в будущем. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». С 1-го листопада сетка платных дорог у Беларуси повеличилася больше, чем на 300 километров. Таким чином, агульная протяглость автомагистралев, які включены в систему «Белтон», складая полторы тысячи километров. Первым платным на территории Гомельской в области стал участок республиканской трассы М5 «Гомель-Жлобин». Платят за проезд у ладальники автомобиля у массой свыше трех с половой тонн. А так само водители легковых авто с краин, які не увоходять у «Мытный союз». У совязи с поширением сетки дорог, які уключены в систему «Белтол», почали працавати новые пункты обслуговывания клиентов. Один з їх з'явився у Жлобинским районе у вёсцель «Бядёлка». Працуя пункт обслуговывания и у «Гомели». Як поведомили у компании «Операторы», у наступным годзе протяглость платных дорог на территорию Гомельской в области повеличится. Ёсь планы по уключению систему «Белтол» участку М5 от Жлобина до Бабруйска. По отраде милиции особливого призначения Гомельского полка патрульно-постовой службы отбыліся тактыка спеціальныя в ученні. Їх галонными удельниками стали бойцы АМАП, які маюць навыки альпіністов і готовы увазці празакно, коли милицию не пускаюць у двіры. Подробязнасті ў наступным сюжеті. По одлі легенды, ўсё почалося з кримінального здарэння ў пасёлку Чонкі. П'яный мужчина пришёл у краму і, погражаючи зброя, і забрав бутыльку-гарылки. Хаваючийся ад милиции, злочинец забаррикадыровався ў адным з помяшканнів закінутого будынка. На прапанову здацца, адказав стральбой. Перестріляю, мне чынят дешево! Праспадвал ў будынок праникае група захопу. Байцы рухаюцца пад прикрытцём бронявого шчыта. На арсенале таксама винтовка «Мозберг», спеціальні патроны і кувалда. З їх допамогой выбіваюць зачыненые дверы. Тым часам другая група готовае до штурму. Аперация пероходить ў финальню стаду. Умовный злочинец, якого-то ріновіто зыграв супрацівника «МАП», абяшкоджений і стратив боявы запал. Цель тактики спеціальних учень заключается в том, що работа альпинистської групи, слажування личного состава і взаимодействие по пятибалльной на п'ять баллов. Но есть на чём работать, есть совершенствоваться, есть другие подразделения, у которых мы берём что-то, берём опыт, созваниваемся, работаем і внедряем. Руслан Пролясковский, Максим Савин, телерадио-компанія «Гомель». До інших тем. У Чачэрску яе называют «Жанчына-легенда». Неаніла Шалцова подарила мясовому музею каля 600 экспонатов, всерод яких столовая лышка з чистого сребра 19-го стагодзя, блюда з сервіза 18-го стагодзя, антыкварный вугальный прас з головой льва. Кожны прадмец заховываю свою гісторую, а усі экспонаты музею Неаніла Шалцова дорыць. За матеркой гісторый сустреліся наши корреспонденты. Вот так вот все раздувала, как мамка делает, так и я делаю, как мамка, так и я раздувала, а она уже положена была, только не вывернута направила. И я галадзила. Атколь гэты прас з'явіўся ў їх сям'ї, Неаніла Шалцова да гэтага часу не ведая. Калі пранесла яго у музей, спеціалісты установіли, яму мінімум 200 гаду. А галава льва заміст звычайной ручкі, азначая, што прас належу ў сям'ї знатного роду. Тут ў кожный зале ёстерэчі, які я подарыла музею пенсіонерка. Пасле яе визитов, экспозиції попаўняються новыми раритетами. Яна прыходзіць ў ратушу Амаль кожный дзень, кажа, як на спатканне з минулым. Кніга ад тёткі, якая была партызанкай, мамина сумачка, газета «Прауда» за 10 мая 1945-го з Батьковських архіва. Той, што раніе издавалася звычайными рэчамі, сёня музейный экспонат. Усі рэчы Няніла Шаўцова музею дорыць. З яе сямейных рэліквій, які адлюстровуюць розны эпохі, ўжо можна скластьі некалькі новых экспозицій. Это вещи чіі-то, понимаете? І вот пам'ять того, шабы они не пропали, шабы, как грыцца, я же им рассказала исторы ціх вещей, шабы они вспоминали і меня, і исторы ціх вещей. Это же пам'ять. Она будь вечно здесь. Няніла Шаўцова – сапраудный рекордсмен сярод мясцовы та рэльщыкаў. Дзякуючыёй фонды Чачэрскага музея папаўніліся прыкладна на 600 экспонатов. Цяпер я нарыхтуе супрацовнікам музея чарговый сюрпрыз, які аматорка гісторые пакуль трымае у тайне. Вольга Халадович, Алеса Рудзянкова, Дзмитрий Радзянка, телерадиокампанія «Гомель» припатрымцы агентства теленавінаў Чачэрска. «Наш утольный дом» под такой назвой сёня ў «Гомель» прайшоў областны экологічны конкурс. Яго удзельніками стали 135 дзятей. Усе з'являюцца выхаванцамі інтернатных спеціалізаваных установ дзятячых дамоў і соціяльных прытулкаў. Падрабязнасті ў наступным аматореяле. У першыні экологічны конкурс «Наш утольный дом» прайшоў 10 гадоў таму. Загады ёго існавання свае сілаў им випробавали більш як 2000 дзятей. А колькость ўстануў, які што гуд праймаў цю делу, выросла амалю двоя. Главными средствами воспитання ребёнка являются труды культура. Так вот, здесь есть возможность в рамках данной акции показать, как мы сегодня, педагоги, привлекаем, вовлекаем детей в эти трудовые акции. И как они научаются беречь то, что есть на земле, что дала нам природа. Это ведущая сегодня педагогическая идея, которая проговаривается нашим правительством. Головная задача мероприемства подняться взровень экологичной культуры. Отсюле отповедны умовы. Якшы до проведения конкурсу децям треба привезти ў парадок тэрытуру вакул своей установы. А выник працы – представить ў выгляде фотоальбомов и стэндов. Другим этапом стало театрализованное представлени на экологичную тематаку. Свои таленты маленькі артысты продемонстравали на сцене Гумельского державного театра «Лялек». Я хотела бы поблагодарить и руководителя этого прекрасного учащения. Сегодня понедельник, выходной день театры. Но вы видите, везде бурлит работа. Все сотрудники вышли на работу. Все сегодня на своих рабочих местах, зная, какая категория сегодня дзятей. Проведение конкурсу стало макчымым, дякуючы доброохвотным ахверованням, які поступили на рахунок Беларусского дзятячого фонду. На гэтэ сродкі были набыты узнагороды. Прыгэтым, незалежно от празовых мест, никто с дзятей не застался без подарунка. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете. По адресе www.tvrgomel.by. И на гэтэм выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова